всем привет продолжаем фоторежим сегодня мы будем сохранять нашу фотографию в данном случае я завел уже текстуру для кнопочки и заходим в наш виджет где мы показываем фотографию давайте кинем сюда button выставим ее определенные размеры выставим ее место где она будет крепиться и накинем наш текстуру наша текстура выделяем ее и ставим так на нормал давайте на ховерит и на пресет теперь нам необходимо давайте на ховерит выставим inherit чуть-чуть потемнее и на пресет давайте еще ну допустим такой вот чуть-чуть красный цвет так вот что-то плохо видно изменения нова на это уже не совсем важно теперь на эту клавишу мы должны сделать нашу логику сохранения в данном случае мы нажимаем он кликет либо пресс от давайте пути будет это пресс от и теперь мы нашу фото текстуру который мы как раз таки выставляли там делаем get и из нее делаем экспорт рендер таргет по сути мы уже экспортируем нашу наше изображение далее здесь мы должны указать туда где она будет сохраняться либо куда мы не будем помещать далее мы здесь введем get project либо контент директория либо project директория на project файл пав ну допустим либо project совет директори здесь вы выбираете что вам будет более удобно для меня удобно это project директори то есть то то место где находится наш проект если мы оставим так он будет пустое имя иметь и так далее да то есть и не будет никакого расширения так делаем и пент то есть мы здесь просто введем наше имя и в данном случае это будет наше расширение данным я сделаю пинджи да так здесь вы также можете сделать аппенд допустим и назвать это фото а сюда подать я не знаю какое нить значение виде например интеджер да выставим ну или так давайте вот вот так вот сделаем рандом integer in range и здесь мы можем выставить значение нашего рандома я не знаю там представим вот такое значение и по сути наша фотография будет больше часть всегда различное имя но это не всегда может совпасть значение и тогда предыдущие наши фотографии перезапишется но это уже как минимум какое-то это какое-то защитное так скажем значение что у нашей фотографии не перезапишется давайте так пресс от есть теперь что нам необходимо это нам необходимо запустить нашу мышку потому что у нас не будет мышки и мы не сможем нажать наши клавиши введем event наш это констракт потому что при констракт у нас уже все вот это есть на констракт мы будем вводить показ нашего мышки во первых get player контроля из него мы вытащим шоу маус курсов сет шоу маус курсора и запишем натру далее цепь input юай он ли то есть то что мы будем взаимодействовать только с виджетом ну и все по сути да ну и сейчас некоторые настройки введем потому что там будут некоторые проблемы сейчас вы увидите что именно давайте запустим и до прыгнем мы сделаем фотографию у нас появляется клавиша нажимаем на неё и теперь по сути мы перейдем наш папочку где находится проект и вот наша фотография уже появляется с номером 146 тысяч пятьсот пятнадцать либо вы можете сделать там что у вас постоянно цифра прибавляется но ее надо записывать сохранять чтобы она не постоянно с нуля начиналась допустим уже стоит цифр которая у вас имелось сделаем фотография посмотрим наш проект вот она уже появилась девяносто шесть тысяч семьдесят восемь как вы видите у нас темное изображение что у первой так что у второго изображения все то же самое да это мы можем немножко подкорректировать для этого мы можем ввести допустим тот же самый постпроцесс так кидим постпроцесс сюда так это volume ну в данном случае давайте немножко расширим просто вокруг персонажа и если мы перейдем в глобал здесь есть настройки стерей шин конструкты гамма и так далее вот эти настройки нужно будет корректировать либо так либо по-другому но в любом случае нам этот постпроцесс нужен будет мы можем его мы ее заведем чуть позже в данном случае пока мы будем делать это нашем персонаже так либо фотомоде давайте фотомод мы откроем здесь так нам необходимо во первых еще формат перевести 8 до 8 бит это мы выбираем третье значение rgb а 8 обязательно и нашу сцену который мы делаем захват мы тоже должны перевести в этот же режим то есть мы создаем здесь рендер таргет но и сам таргет нужно чтобы выдавал то же самое значение здесь у нас цен каур есть rgb и на пасти так далее то есть мы его меняем на final cover rgb ну и давайте здесь мы ведем запись нашего таргет гэм гамма да здесь уже будете немножко корректировать эти значения так как у нас гамма стандартная 2 и 2 идет но из-за того что фотография может быть чуть другая давайте ведем 18 примерно и посмотрим как это выйдет делаем фото так я переключился не так делаем фото сохраняем заходим в проект и где-то вот 2000 204073 это наше фото так он немножко даже потемнел окей сейчас чуть подправим это у нас так возможно действительно чуть побольше даже так смотрим какая из них так это я немножко удалю чтобы не путаться и у меня что-то под завис проект так ну давайте чуть-чуть побалуемся тогда спас процесса здесь есть тоже color gradient да и shadow construct и гамма поставим галочку единственно что мы здесь не можем наблюдать куда мы корректируем давайте чуть-чуть побольше здесь также gain offset но здесь немного надо вот проверить как это будет работать видите да у нас немножко все меняется что-то что-то я перекрутил наверное гейн нет это было сет так ну и у нас гамма тоже как-то перекручивает в общем здесь нужно немного поиграть давайте я чуть-чуть сделаю изменения и вам уже здесь покажу в общем что мне показала практика я тут потыкал да то есть изменял все настройки ничего особо сильно корректного не принесло все из-за чего потому что у меня настройка уровня кори не корректно то есть здесь из-за того что во первых солнце низко находилось во вторых fog включен короче все это вот как-то слишком сказывалось на это видите даже тени слишком темные определенное значение перенастроена если у вас все будет корректно настроен весь мир да то никаких проблем особо не возникнет единственное что я гамму поставил в 1.6 это уже более менее корректно получается то что у меня вот получилось это вот такая вот фотография предыдущая была темная я чуть-чуть под настрою и вот такая вот светлее а на этом все до скорой встречи всем пока 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 Продолжение следует...